Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео я, Паша Кьяч Анна, рассказываю вам, как подготовить теплицу к зиме. После того, как овощной сезон закончился, основные урожаи собраны, закатки уже стоят в погребе и ждут новогодних праздников, самое время позаботиться о теплице, которая будет являться домом для наших будущих урожаев. Необходимо выполнить основные три условия. Это обеззаразить саму теплицу, поликарбонат, несущие конструкции, обеззаразить почву в теплице, а также повысить ее плодородие и содержание полезной микрофлоры. Традиционно необходимо начинать с почвы. Первое и самое важное, что нужно предпринять, это убрать все растительные остатки. Если они, как в моем случае, еще не убраны, и на них большое содержание различных болезней, например, на этом огурце пераноспороз, то аккуратно, методично необходимо обрезать наше растение, оставив на высоте от почвы 5 см стебель, все растительные остатки особо не тряся, унести из теплицы, унести из своего участка, и только затем приступать к удалению корневой системы растений, которые у вас росли в теплице. Если есть возможность, то необходимо провести замену грунта, хотя бы на 10 см, а лучше и на 20 см. Как минимум, нужно грунт менять один раз в два года. Если такой возможности нет, то грунт необходимо оздоровить и пролечить. Если у вас в теплице протекало бурное развитие различных заболеваний, то тогда можно прибегнуть, например, трихоцин или фарма-йод. Последний стоит разбавлять в концентрации 100 мл на 10 л воды. И 10 л хватит для того, чтобы обильно пролить почву на площади 5 квадратных метров. Также можно воспользоваться порошковыми дезинфекторами. Это железный купорос, медный купорос. Из расчета до полукилограмма на 10 л воды. Все будет зависеть от того, насколько интенсивно ваша теплица поражалась различными заболеваниями. Конечно, лучше использовать в теплице биологические средства оздоровления почвы. Например, вносить препараты на основе триходермы. В моем случае это энергия роста от компании Profit. Но чем больше у вас было за сезон различных заболеваний, тем выше концентрация должна быть того раствора, который вы будете вносить в почву. Иными словами, изучаем инструкцию и повышаем внесение в рабочий раствор действующих микроорганизмов в 2-3 раза. Также у нас в почве живут различные насекомые, которые активно поражают наше растение. Это и личинки, и куколки различных насекомых. Поэтому можно сразу в почву наряду с триходермой вносить такой биологический препарат, который защищает почву. Это гриб метаризиум. Он будет хорошо работать в почве до снижения температуры окружающей среды. Затем зиму он будет неактивен. Весной проснется и, условно говоря, доест тех насекомых, которые встретятся у него на пути. Если вы относитесь к кислу овощеводов, которые за органическое земледелие, которые активно используют в процессе всего вегетационного периода различного рода мульчирующие материалы и оставляете их зимовать на почве в теплице, то тогда вам необходимо пролить почву и ту мульчу, которая на ней находится, деструкторами или гумификаторами, которые будут способствовать более быстрому разложению растительных остатков, чтобы снизить вероятность перезимовки на этих растительных остатках различных возбудителей. Также необходимо позаботиться о плодородии почвы в теплице путем внесения различных гумусов, компостов, пометов, навозов, которые вам доступны. После того, как вы обеззаразили почву, повысили содержание в ней полезной микрофлоры, повысили плодородие, необходимо прибегнуть к дезинфекции поликарбоната и каркаса самой теплицы. Первое, что необходимо сделать, это помыть теплицу любым моющим средством. Это могут быть и хлорсодержащие препараты, и препараты на перекисной основе, и спиртосодержащие препараты. Обращайте внимание на инструкцию, которая написана, на составляющие, которые входят в эти препараты, чтобы там не было никаких абразивных компонентов, потому что у нас теплица может поражаться этими веществами. Также, если есть в теплице деревянные части, то их лучше обрабатывать раствором медного купороса из расчета 10 грамм на 10 литров воды. В качестве дезинфицирующих веществ по поликарбонату хорошо использовать растворы фарма-йода 100 мл на 10 литров воды и серебро-медина по инструкции. После того, как мы промыли поликарбонат, продезинфицировали его снутри и желательно снаружи, необходимо, конечно, заселить поверхность нашей теплицы полезной микрофлоры. Снова прибегаем к доступным препаратам с содержанием триходермы или сенной палочки. И путем распрыскивания наносим на поверхность нашей теплицы. Если у вас нет возможности вести дезинфекцию теплицы биологическими средствами, то тогда можно прибегнуть к более традиционным средствам, например, с использованием серной шашки. Одной шашки хватает на 5 кубических метров теплицы. В среднем на 8 метров погонных теплицы необходимо 2 серные шашки. После того, как вы воспользовались серной шашкой, посещать теплицу нельзя в течение двух дней. Если у вас нет вообще никаких возможностей, то тогда убираем растительные остатки, плотно закрываем теплицу, создаем такие условия, которые будут способствовать повышению температуры. И ультрафиолет будет делать также обезразживающую работу вместо вас. Однозначно погибнут все личинки, куколки, которые будут находиться по каркасу теплицы. Также погибнет часть спорфитовтора, которая будет находиться в почве. О том, что погибнут все патогены, которые находятся в теплице, к сожалению, говорить не приходится. Но порядка 50% тех болезней и вредителей, которые в ней живут, однозначно погибнут. На этом я заканчиваю свое видео. Желаю вам всего доброго. Оставайтесь на канале Процветок. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч!